Всем привет и добро пожаловать на мой канал Татьяна Love Nails. В этом видео мы с вами выполним покрытие гей-лаком от компании Fiora. Я покрыла уже все пальчики, кроме одного, чтобы показать вам подробно все продукты. А также мы с вами выполним дизайны. Использовать я буду праймер, прозрачную rubber-базу. Серый оттенок под номером 293, он нанесен мне на этих ноготочках. На второй руке у меня нанесены номера 189, 045 и 285. На ноготках они уложились отлично в два слоя. А также в качестве финиша я использую топ без липкого слоя. Все этапы нанесения вы сможете увидеть на одном ноготке. Ноготок у меня уже подготовлен к покрытию, забавлен и обезжирен. Праймер сохнет на воздухе в течение 30-40 секунд и оставляет после себя липкость. Он необходим для хорошей сцепки материала с ноготком. После чего тонким слоем я буду наносить rubber-базу. Затем я возьму каплю побольше и распределю её по ноготку. Буду помогать себе при этом тонкой кистью. И далее я буду наносить серый оттенок 239 в два слоя. По поводу базы хочу сказать, что она очень сильно печёт в лампе. На пятой секунде жжение невыносимое. Я вынимала руку, ждала пока ноготок остынет и только затем досушивала материал. Возможно, эти ощущения индивидуальны. Ноготки у меня от природы крепкие, поэтому сказать, что это из-за тонкости ноготка, это точно нет. Наносить цвет я буду в два тонких слоя. Мне очень нравится здесь кисть. Она мягкая и отлично раскрывается. Далее я буду наносить топ без липкости и присыпать его светоотражающим порошком. И не просушивая топ, я буду посыпать этим порошком. После чего отправляю на одну минуту в лампу. Вот так выглядят ноготки с этим световозвращающим порошком. Признаюсь вам, средний ноготок я переделывала. Поскольку этот порошок очень плотно покрывает ноготок, просушивать в лампе его нужно не одну минуту. Я просушивала три, поскольку после одной минуты порошок на части ноготка не просох и просто скатался. Я спылила аккуратно пилочкой весь порошок, покрыла еще раз топом и присыпала. Просушила три минуты в лампе, и после этого порошок действительно надежно закреплен. Этот порошок очень мелкий и он остается везде. Я вам сейчас оставлю фотографию сразу после выполнения дизайна, чтобы у меня получилось на руках. И затем то, что у меня получилось после того, как я тщательно помыла руки. Все равно вы сможете увидеть, что некоторые частички порошка остаются на коже. Напишите, пожалуйста, в комментарии, вы пользовались таким и нравится ли он вам. А для дизайна на второй руке я подобрала лаки для стемпинга от Bonpretty BPAC06 и два оттенка лака для стемпинга от Harunota. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Покрывать выполненный стемпинг дизайн я буду сначала глянцевым топом, а затем матовым во избежание смазывания стемпинг дизайна. Вот такой эффект получается после покрытия глянцевым топом. Сейчас я покрою матовым. И вот так ноготки выглядят с матовым топом. Он у них потрясающе шикарный. Эффект soft touch. Этот топ не имеет липкости. Мне он очень нравится. К ноготкам с этим топом постоянно хочется прикасаться. И вот такие два дизайна у нас сегодня с вами получились. Один дизайн необычный и светящийся, со световозвращающим порошком. А второй дизайн очень даже весенний. Напишите в комментарии, какой вам понравился больше. А на этом я сегодня буду с вами прощаться. Ссылки на официальный сайт Fiora вы найдёте в инфобоксе. А также ещё раз вам напомню, что у меня есть на канале обзор на эту продукцию. Подписывайтесь на мой канал, Инстаграм и группу ВКонтакте. Всего хорошего! Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok